Гандбол 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 Научиться играть в гандбол в Омске можно в специализированной спортивной школе Олимпийского резерва номер 11. Здесь занимаются девочки и мальчики. Самый подходящий возраст для начала тренировок 8-9 лет. Никаких особенных требований к начинающим спортсменам не предъявляется. Тренеры говорят, что по одним только внешним физическим данным определить способности ребенка трудно. Да в общем, установки делает чемпионов и нет, ведь гандбол это прежде всего увлекательная игра. Начальная подготовка 3 раза в неделю занимается, полтора часа в день. Учебно-тренировочная группа уже 3 часа занимается, по 4-5 раз в неделю. На первых тренировках выявляется, есть ли у воспитанника спортивные задатки будущего гандболиста. Прыгучесть, ловкость, координация, сила. Еще очень важно быть рослым. Все эти качества необходимы спортсмену для борьбы за мяч на площадке. Гандбол игра очень стремительная. Игрок может удержать мяч в руках не более 3 секунд и делать с ним не более 3 шагов. Мяч можно передавать друг другу одной и двумя руками. Вести его, ударяя о поверхность площадки одной рукой. Бросать в ворота в прыжке и в опорном положении. Главное, не наступать на линию зоны вратаря до выпуска мяча. Защищая свои ворота, можно преграждать путь нападающему, перехватывать, блокировать мяч. Нельзя допускать грубые толчки, захваты, подножки, удержание игрока, касание мяча ногами или кулаком. Вот эти юноши только начинают. Это 99-й год рождения. У них первые соревнования 16 декабря начинаются в городе Снежинске. Чемпионат России. Будет происходить. Зональные соревнования. Почти все эти мальчики на площадке серьезно занимаются ручным мячом более трех лет. Они только начинают включаться в серьезные соревнования, поэтому тренируются усиленно. Мы готовимся очень хорошо. Мы отрабатываем передачи, броски поворотом. Тренируем вратаря, чтобы он хорошо отражал броски. Я левый полусредний. Мне нужно очень хорошо бросать поворотом. Не с 6, а с 9 метров. Чтобы мощным броском забить поворотом. Большинство воспитанников 11-й спортшколы рассказывают, что попали в секцию случайно. До того, как тренер пришел в школу и пригласил на тренировку, они ничего не знали о гандболе. Говорят, ручной мяч не на слуху. Например, по телевидению трансляции матчей по гандболу до обидного мало. А между тем, это очень зрелищный и эмоциональный вид спорта. Тут как бы больше командной игры, чем в баскетболе, волейболе, там вот в таких других. Больше набираешь форму, быстрее научишься играть. Там как бы такого сложного ничего нет. Я попробовал все виды спорта там. Ну понравился именно гандбол. Нравится. Очень сильно. Я пробовал в футболе, в волейболе, пробовал даже в баскетболе. У меня не получалось как бы. Мне друг посоветовал, попробуй сходи на гандбол. Но я говорю, нечего терять, я пошел. Мне понравилась игра. Занимаюсь 4 года уже. А нравится, ну мячик покидать нравится. У этих юных спортсменов очень большие перспективы для выхода в большой спорт. 11-я спортшкола – единственная в области, специализирующаяся на гандболе. Омская команда высшей лиги «Скиф», которая выступает на первенстве России, практически полностью укомплектована ее выпускниками. Это дает ребятам огромный стимул для занятий. Для подростков у нас проводится первенство России по возрастам. То есть юноши и девушки могут участвовать в пяти возрастных группах. Если брать нынешний год, то это с 99 по 95 год рождения существует. У нас в школе сборные команды каждого возраста, 99-го и так далее до 95-го года. И в этом году уже участвовало у нас две команды. Юноши 95-го года рождения на зональных соревнованиях в городе Челябинске заняли третье место, вышли в финал. Если смотреть со стороны, гандбол игра довольно-таки простая. В ней нет особенной зрелищности и таких захватывающих комбинаций, как в футболе и в баскетболе. Но это, как говорят игроки, взгляд людей непосвященных. Те, кто понимают гандбол, считают его лучшим видом спорта среди всех игровых. Это была программа «Юниор». Занимайтесь спортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова